Мое сообщение сегодня, я его делала в Санкт-Петербурге на конференции «Биографика XX-XXI веков». Текст опубликован, можно найти онлайн. И вот сегодняшнее выступление. Есть еще статья, которая лежит где-то в журнале. К сожалению, не удалось мне выяснить ее судьбу на данный момент. Но эпиграф к этой статье взят мой из фильма «Драма. Озеро» Сергея Герасимова. Одно из героинь. Люди все это сделали своими мягкими пальцами. И, в общем, хотя в ее выражении звучит некий восторг, но я думаю, что выражение это можно трактовать в обе стороны. Озеро Байкал, мы знаем наше национальное достояние, ему свыше 25 миллионов лет. Самое глубокое озеро на Земле хранит 80% запасов воды высшего Советского Союза и где-то 20% запасов всего мира. Но сейчас называют 17%, уже я видела такой тип. За миллионы лет изоляции на Байкале сформировалась уникальная экосистема, в которую входит более 1800 эндемичных видов животных растений. В 1996 году Байкал включили в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Но сегодня это озеро находится в опасности. Во-первых, из-за недостаточной изученности, несмотря на то, что его изучением уже много лет занимается. Разные организации. Браконьерство, загрязнение окружающей среды, изменение климата. И вот пункт про современное законодательство я добавила от себя. Его пока что никто не называл в качестве феномена опасности для озера. Что я сегодня расскажу? Расскажу об источниках, которые я использовала в докладе. О строительстве целлюлозных комбинатов в 50-70-е годы. О первом, так сказать, таком опасном факторе загрязнения. О выступлении наших ученых в защиту озера. Об экологическом движении. Проблемы ликвидации вреда, нанесенного БЦБК и технологиях очистки. Ну вот сразу хочу сказать, что вот этот термин ликвидация вреда, нанесенного БЦБК, это не литературное, не журналистское выражение. Это вполне себе научная формулировка, которая используется в исследованиях, в том числе и сибирских ученых. Ну и немного о законодательстве, которое сейчас, по-моему, у всех на слуху. Конечно, проблема очень широкая, глубокая, все охватить невозможно. Но я думаю, что если мы найдем спикеров, то мы можем привлечь еще других людей к этой тематике. Потому что я знаю, что в ВВМГ сейчас проводятся некие исследования в области моделирования байкальской природной территории и изучение микропластика, распространения микропластика. Байкалу надо изучать. Часть наших ученых и аналитика из фондов Академика Коктюга, Трофимука, член корреспондента Липунова и я еще забыла упомянуть Бориса Сергеевича Соколова. Дали интервью и воспоминания того же Андрея Алексеевича Трофимука, который он сделал в 87-м году. И, в общем-то, они по своему содержанию повторяют те документы, которые он составлял в 60-е годы. Научные публикации и аналитика. Это публикации и сибирских ученых, и наших европейских ученых. Далее сообщения прессы. Сообщения прессы я использовала и ТАСС, и Интерфакс, и Коммерсант, и сайты экологических движений и учреждений наших академических. Ну и упомянула, еще раз упомянула, расскажу, напомню вам о драме Герасимова Озера. Хозяйственное освоение байкальской территории началось в середине 50-х годов, когда стали проэкредитировать байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Он был введен в эксплуатации на южном побережье Байкала в 66-м году и выпускал беленую и небеленную сульфатную циклозную целлюлозу. Видите, на карте там, где Байкал, внизу звездочка. Вот это как раз место расположения заводов. И здесь же, чуть южнее, вот эта горная страна, Фомардабанка, которая грозила селями этой территории. Ну, слава богу, что селе не случилось за тот период существования ВЦБК и карт-накопителей отходов этого предприятия. Для чего строили завод? В общем, это дыхание холодной войны, которое коснулось Байкала в то время, потому что в целях обороны шли разработки новых военно-транспортных самолетов большой грузопобъемности. И для колес, естественно, требовался очень прочный корд. И вот для его производства нужна была вода с постоянным химическим составом и очень чистая. Поэтому решили здесь заводы и строить. Но пока заводы ввели в строй, уже потребностью вот в этом корде отпало, был изобретен новый металлизированный корд. И, в общем, мы все равно от строительства не отказались. Более того, если поначалу, значит, Министерство бумажной и деревообрабатывающей промышленности занималось его строительством, тут подключили средмаш. И они, в общем, эту идею строительства активно продвигали. И уже тогда защитники Байкала называли министра Славского губителем озера. В частности, об этом упоминает Андрей Дмитриевич Сахаров в своих воспоминаниях. Более того, в 1973 году рядом с городом Селингин с 60 километров от озера был построен еще и Селингинский целлюлозно-картонный комбинат. И только в 1991 году на нем была введена система замкнутого водооборота. Вот вы видите, в чем основная эта проблема состояла. Это в промышленных стоках, которые предполагалось направлять Байкал. Очистные сооружения появились здесь не сразу. И наши ученые выступали активно против строительства. Именно по причине забреснения озера промышленными стоками. И была назначена госэкспертиза по представлению в ЦК. Еще Хрущев назначил эту госэкспертизу. Но в 1965 году уже в стране власти, вы помните, уже другие люди занимались этим вопросом. А госэкспертизу, понятно, проводила та контора, которая строила. И, естественно, она пришла к выводу, что стоки, которые будут попадать в Байкал, они по химическому составу ничуть не отличаются от некоторых притоков из рек, которые попадают в Байкал, той воды, которая попадает в Байкал. И вот в 1987 году Андрей Алексеевич Трофимук рассказывал. Еще в 1958, когда возник нелепейший вопрос о строительстве на Байкале ЦБК, но он немножко тут ошибся, не 50 раз мой, а 54-й, сибирские ученые твердо высказывались против этого авантюрного проекта. Почему авантюрного? Потому что знали, как бы заводские стоки не обрабатывались, они все равно занесут в озеро губительную для него компоненты. А затем сработал рычаг болевого решения. Комбинат не дал ни грамма обещанной цивилизации, это наглый обман. И весьма печально, что на него поддались. Печально, что в байкальской истории далеко не до конца принципиальными оказались тогдашние президенты Академии Келдыш и Александров. Но об этом мы поговорим чуть ниже. Что характерно, уже в начале 60-х годов было известно, понятно, что те ЦБК, которые на Нежском и Ладожском озере строились в 30-е годы, у них были немножко другие очистные сооружения, здесь, конечно, были более мощные, как утверждалось. Но к 60-м годам, например, на дне Ладожского озера скопился трехметровый слой волокна целлюлозы. А на дне Ладожского трехметрового и Анирского шестиметровый слой целлюлозы от деятельности тех ЦБК, которые были... Это наручные данные? Да, это... Потому что... Нет, это была статья в журнале «Гигиены и санитария» в 61-м году. Да, все равно. Вот автор приводит вот эти сведения. И тогда же было высказано, что касается озера Байкал, было высказано предложение, что нужно вот эти стокерос, они такие хорошие, промышленно очищенные, но все равно не нужно их сбрасывать в Байкал, нужно перенаправить их через специальный канал в реку Иркут. А что бояться, раз они очищенные? Вот, ну, этот проект поначалу вызывал возражения по финансовым соображениям, затем уже и по экологическим. Иркутск. Ну, в районе Иркутска в Агангар попадает. Постоянно, не знал, что в речку. Угу, Иркутск. Так вот, наши ученые. Собственно, Байкальское экологическое движение, в которое можно причислить и высказывания наших ученых, оно началось в годы оттепели, то есть сразу, ну, мы видим, что, как сказал Трофимок, что сразу, практически в середине 50-х годов началось. И поначалу еще их активность была направлена против Иркутской ГЭС, потому как там одно было из предложений, например, чтобы быстрее наполнить водоем, вот это Иркутское море так называемое, нужно прорубить в скалах, тут, где выходит ангара из Байкала, прорубить такой канал шириной 100 метров, глубиной 25 метров и длиной 10 километров. И вот один из ученых, где у нас указка? Мы даже не достали, да? В кепочке, это доктор биологических наук Михаил Михайлович Хожев из Иркутского университета, он подсчитал, что глубина Байкала понизится на 5 метров, и соры, то есть вот эти мелководья, где нерестится рыба, они обмеляют и просто нерест исчезнет. Вот это одно из направлений. Другое направление создания, предлагали создавать режим заповедных территорий вокруг озера, и третье, наконец, конечно же, по ЦБК. Уже в 1959 году газета «Советская Россия» опубликовала открытое письмо ученых, там подписали Сача, Вокротов, Одинцов, Кожев, Галазий, писателей Тауриныч Велихин. Затем в 60-м году Келдыш обратился в Совет министров, предупреждал и о сейсмической опасности, и о селях, и о вырубке лесов, и о сбрязнении воды. Но все это, к сожалению, не возымело действия. Более того, очевидно, что на Келдыша нажали в правительстве, где-то там еще в министерствах, и на заседаниях Академии наук он обещал, что не будет подписывать никаких разрешающих документов, не посоветовавшись с Академией наукой, хотя многие члены Академии, президиума, президиумы, например, из 12-8 были против, и строительства, и сбросов воды, загрязненный Пайкал, он подписал эти документы. Вот об этом и я говорила выше, а у меня есть такой документ из нашего архива, приложение к письму на имя Брежнева. То есть первое письмо Андрей Алексеевич Трофимов написал в 65-м году, второе в 66-м году, и оба эти письма сопровождались вот этим вот приложением, и он как раз и говорит, что можно было бы ожидать, что президент Академии Келдыш, уважая принципы коллективного руководства, откажется подписать протокол названного совместного заседания коллегии, на котором принимались решения о строительстве и сбросе, и в котором было одобрено постановление Государственной экспертной комиссии, но Келдыш от имени президиума одобрил этот документ. Знаете, я честно скажу, что вот эти документы, которые попали к нам из президиума в архив, они лежали в папочке, на которой было написано «Никому не показано». Но почему я сейчас свободно ими оперирую? Потому что, как я уже сказала, в 87-м году Трофимов опубликовал большое интервью, в котором он, собственно, те же тезисы излагает. И в пику заключения вот этой госэкспертизе, значит, наши материалы от Академии предоставленные утверждали, что промстоки БЦПК содержат в 20-25 раз больше натрия и калия, в 260 раз больше хлора, в 50 раз больше органических веществ, чем воды Байкала. Таким образом, с самого начала байкальской проблемы разделились подходы военно-промышленного комплекса, других государственных структур. В частности, Министерство сельского хозяйства, оно поддержало наших ученых. А вот лесное хозяйство, так сказать, которым руководил Орлов, оно опиралось на силу Средмаша. И даже вот этот проект по переброске стоков в реку Иркут, как я вам сказала, был отвергнут по финансовым соображениям, а в 87-м году обсуждение этого проекта стало одним из катализаторов мощного экологического движения. Экономические проблемы озера, как я уже сказала, нашли отражение и в кинематографе. В конце 60-х, в начале 70-х годов Сергей Герасимов снял трилогию, посвященную 60-никам интеллигенции, которую он считал определяющей умонастроение нашей страны. Это были инженеры, ученые, журналисты и архитекторы. То есть вот «Озеро», «Журналист» и «Любить человека» – три фильма снял. И, на мой взгляд, драма «Озеро» – это самое сильное произведение. Ну и в то же время противоречивое. На мой взгляд, сколько здесь диссонансов. Это, во-первых, влюбленность Лены Барминой, одной из главных героинь в директора строительства. Да, простите, я сейчас вернусь немножко назад. Значит, директор строительства Василий Черных – это Василий Шукшин, Лена Бармина, дочь биолога Натальи Белокостика. Вот она в белой кофточке сидит. И внизу фотографии ее отца, биолога Александра Бармина, в исполнении Олега Жакова. И вот Михаил Михайлович Кожев, о котором я выше говорила, как раз явился прототипом этого персонажа. Так вот, влюбленность – первый диссонанс. Хотя, конечно, я бы даже сравнила эту ситуацию со стокгольмским синдромом, хотя нельзя сказать, что Черных был абсолютным злодеем. Он, конечно, проник все проблемы у озера и даже имел партийное изыскание за то, что боролся за честные сооружения каким-то образом. Но Бармин о нем сказал, что ему трудно, он хочет угодить и вашим, и нашим. И это, собственно, можно отнести и даже к самому режиссеру фильма. Другой диссонанс. В сюжете мы видим возмущение разрушением природы. И Бармин, и Лена, они защищают Байкал. Они критикуют эти грандиозные стройки на создании водохранилищ. И в то же время люди все это сделали своими мягкими пальцами. Лена говорит с восхищением, когда водит на экскурсию по этим водохранилищам свою подругу, журналистку Валентину в исполнении актрисы Валентины Киличкина, если вы помните этот фильм. А вот эти кадры, что слева, я снимала непосредственно, просматривая фильм, то есть делала скриншоты. И вот это, значит, такой самый интересный момент в этом фильме, когда проверяющая комиссия, вот некий партийный товарищ, видите, стоит, держит две колбы и говорит, вот не очищенная вода, водоочищенная, ее можно пить. Она очищенная. И он ее якобы там пьет и расхваливает. И вот было очень трудно поймать, буквально вот этот сюжет длится несколько минут, а то, как смотрит на эту сцену Черных, Шукшин, надо было поймать вот эти его вывораченные зрачки, что он, по сути дела, дает оценку всему этому действию. И, как ни странно, эта история имеет мой прототип. А-ха-ха. Трофимук в своей записке 65-66 года пишет. В качестве вещественного доказательства возможности высококачественной очистки вод целлюлозных предприятий на Байкале участникам некого совещания, о котором он там выше рассказывает, демонстрировалась в колбах совершенно чистая, пригодная для питья вода. Возникал только вопрос, откуда взята эта вода? Известно, чтобы БЦЗ до сих пор не наладил водоочистку даже на опытной установке. То есть, когда Трофимук говорит об обмане, о лжесвидетельстве, тогда он не стеснялся выражения, кого, кстати, очень боялись за приматок. Вот вам, пожалуйста, сюжет, который нашел. Отражение счетчиков. А она героиня, наверное, чем там была? Библиотека. Вот она сидит в библиотеке. Выдает книжки. Да, ну и в конце мы знаем, что Лена Бармина все-таки бежит от своей любви, бежит из этого места. Нельзя всю жизнь прожить у озера, говорит она. Она едет, кстати, в Новосибирск вместе со своей подругой-журналисткой. И по дороге подруга-журналистка ей рассказывает. Она писала о загрязнении Байкала, а тут она говорит. Возникла новая величайшая научная проблема века. Плотина через Берингов пролив. Какие-то немыслимые миллионы киловатт. Мечта человечества. Меняется климат во всем северном полушарии. Правда, гидрологи и климатологи занимают очень робкие позиции в отношении гренландского ледяного панциря. Видите ли, может растаять и затопить всю Европу. Но энергетики своих позиций не уступают. Имеют поддержку многих ученых. А если печаль возьмется? Ну, в общем, вот такая вот экологическая история в кино. Рекомендую всем, кстати, пересмотреть. Очень современно смотрится. Несмотря на то, что изображение, конечно, плохое. В годы перестройки, это уже конец 80-х, начало 90-х годов, наблюдается новый подъем экологического движения, для которого характерна массовость, рост самостоятельности, большое разнообразие форм деятельности. И, в общем-то, руководство Советского Союза идет навстречу экологической деятельности. И можно сказать, что в это время происходит переход от экологических идей к экологической практике. Более того, тогда возникают различные организации, как я уже сказала. Появляются постановления, которые обязывают проводить экологическую экспертизу не только проектов, но и новых материалов и технологий. Появляется на Байкале институт рационального природопользования. Это уже 91-й год. Да, 91-й год. И возникает экологический совет при бурятском филиале Академии наук. То есть тут можно даже говорить о том, что национализм играет на пользу экологии. Если что-то можно из национализма извлечь положительное, то это вот как раз тот случай, позитивная сила. Ну и подключается международная общественность к проблеме Байкала. Это приводит к тому, что в 96-м году Байкал включает тот самый список объектов природного наследия ЮНЕСКО. И вслед за тем, в 99-м году появляется уникальный закон о Байкале, о защите Байкала. Вот вы смотрите, к чему приводит введение понятия так называемая Байкальская природная территория. Байкальская природная территория состоит из трех экологических зон. Первая розовая, площадью 89 тысяч квадратных километров, охватывает само озеро с островами, береговую полосу, а также три заповедника, два национальных парка и пять заказников. Зеленым цветом выделена буферная экологическая зона, территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь Байкала в пределах Российской Федерации. И вот то, что синим цветом выделена экологическая зона атмосферного влияния, территория вне водосборной площади в пределах территории Российской Федерации, шириной до 200 километров, на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность которых может угрожать экологии Байкала. А вот ниже вы видите общую площадь Байкальской природной территории, распределенной по областям и на Бурятиках, видим, приходит самое большое, 53% Байкальской природной территории, самое большое процент. Об экологах еще хотела бы добавить, я говорила, что растет и международный интерес к озеру Байкал, сюда приезжают экспедиции по научной линии, а вот расскажу о судьбе интересной одной женщины. Она британка, Дженнифер Майсаттон, 46-го года рождения, в 70-м году Афон Челакельский университет в Великобритании, филолог по образованию. В 74-м году приезжала в Иркутск по какому-то культурному обмену и осталась здесь, решила здесь поселиться. А вот только гражданство в 12-м году получила. Она преподавала в Иркутском институте иностранных языков и в Восточно-Сибирском филиале Академии наук, а в 90-м году она стала одним из организаторов экологической организации Иркутской региональной Байкальской экологической волны. Вот одна из наиболее таких известных экологических организаций, которая занималась проблемами БЦБК, строительства нефтепроводов ЮКОСа и Транснефти на берегах озера, утилизацией энергозаберегающих ламб, батареек и других ртутсодержащих приборов. Они также обратили внимание и на золото добывающие предприятия. И вот, кстати, слева фотография показывает, какая вода при промывке золота попадает в реки. В 2002-м году начались у этой организации неприятности. ФСБ пришло, устроило обыск у них в офисе и обвинили их в отношении каких-то секретных материалов. Но обвинение было снято за отсутствием состава преступления. В 2010-м году иркутская полиция блокировала их деятельность, изъяв компьютеры. Искали они лицензионное ПО. В 2014-м году они, наконец, получили звание НКО «Иностранный агент». И обвинили их в политической деятельности, потому что воззвание одного из митингов, резолюцию в защиту озера Байкал, они отправили к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву. И последнее известие от Дженнифер Саттон я нашла за 2019 год, где она выступала на выездном заседании Совета при Президенте по правам человека. Оно было в Иркутске. Она тоже там говорила о проблемах Байкала. Ну, понятно, что женщина уже в возрасте, и вряд ли она способна на активную деятельность. Но нужно сказать, что другие экологи уже практически покинули штрону. Ведущие такие известные, кто там работал в пользу Байкала, что называется. А многих я читала, что их уже нет в стране. Возвращаемся к ликвидации накопленного вреда ПЦБК. ПЦБК был закрыт окончательно в 2013 году, потому что его несколькими годами ранее закрывали, потом опять открывали. Понятно, что градообразующее предприятие. Но, тем не менее, его закрыли. И что он нам оставил? Какой вред? 6,5 миллионов тонн отходов в 14 картах накопителях. Так, все-таки, надо мне... То есть центр, да? Вот, посмотрите. Значит, вот это промзона своего завода. Вот это жилая застройка. Розовые, зелененькие. Это дачные участки. А вот кратко... Когда я омлайн-зрителю буду видеть. Ах, да. Действительно. Вот, значит, три, как бы, точки. Вот этот Бабкинский полигон у села Бабха. То, что вверху слева. А здесь четыре карты. Три карты и еще какое-то сиреневое, что-то там. Не помню, что. Так, и вот еще один, самый большой и страшный. Салзанский полигон. Вот его внешний вид. Вид сверху. Что вы видите справа на картинке. И вот в самой промзоне, в самом центре. Вот здесь 11 цифр. Что вы там видите. Вот она вот здесь. Это тоже некие остатки. И вот там вот еще красные точки по берегу Байкала. Здесь, видите. Вот видите, красные точки. Это древесные какие-то останки. Сохранение древесных остатков. Ну, то есть отходов, конечно, уже, ну, смотрите, какое число. В 21-м году был составлен документ. А, да, я должна еще что сказать. Что после 13-го года начался поиск операторов, которые занялись банчисткой вот этого всего сокровища. И несколько раз операторы менялись. И в 20-м году, наконец, подключился Росатом. Некий федеральный экологический оператор. Есть такая организация. И вот они подключили сибирское отделение. В частности, вот в Иркутске. Ченгор Будьков руководил этой работой. Значит, они составили такой документ. А, может быть, да. Простите. Анализ технологических предложений и проведение первичной научно-технической экспертизы «Концепции ликвидации накопленного вреда». Ну, в общем, длинное-длинное такое название. Тоже у меня есть копия этого документа. Я его скачала из интернета. Он выложен в свободном доступе. В общем, они рассмотрели множество предложений различных, где-то около 48, от различных организаций, которые предлагали свои технологии для очистки вот этого всего. И, значит, сейчас, как мы увидим, обсуждается два направления. Это компостирование, то есть переработка отходов полезной, так скажем, почвы, на которых можно что-то выращивать. И омоноличивание, как сказано в записке, и литификация, что одно и то же, на мой взгляд, предложенное Росатомом. Начали... Ой, что-то не двигается... Начали с Бабкинского полигона, то есть вот того полигона, который вверху, который небольшой. И уже якобы на это дело вообще выделены какие-то миллиарды, свыше 6 миллиардов, ну, то есть на весь проект. Ну, в то же время я прочитала, что, вот, например, в 1924 году на площадке цеха очистных сооружений завершен монтаж металлических кассов зданий, очистки щелокосодержащих стоков и склада хранения реагентов. Там еще склад какой-то с реагентами станет. Монтируются ограждающие конструкции из металлических трехслойных панелей с минераловатным утеплителем. Завершается строительство трубопроводов, перекачки загрязненных щелокосодержащих стоков и трубопровода, очищенных сточных от реку Салза. Ведется демонтаж существующих зданий и сооружений, монтаж резервуарного оборудования. То есть вот из этого текста, ну, в общем, мне, например, кажется, вот то, что делают какие-то трехслойные панели с минераловатным утеплителем, то это очень сильно смахивает на захоронение отходов. То есть если вот эти карты обнесут такими штуками, воду, понятно, солить, как-то ее очистят, а то, что там осталось на дне, просто могут запетонировать. Ну, это все, знаете, вот, проводить какую-то гигиену информационным потоком было очень сложно, потому что они одни друг друга исключают. В частности, вот Татьяна Петровна Калифман, доктор биологических наук из Иркутского института химии имени Паворского, в статье 24-24 году, она была опубликована, ну, понятно, что там, может, в журнале полежала еще год-другой, да, пока ее опубликовали. Она пишет, что деятельность исполнителей не привела к каким-либо заметным результатам, а были, наоборот, судебные иски по поводу слива вот как, якобы, вот этой очищенной воды в близлежащие реки. В 21-22 годах было израсходовано почти 400 миллионов рублей на снижение уровня надшламовых, вот так вот называется, вот эта водичка, которую мы видим, на картах-накопителях в объеме 80 тысяч кубометров. Их сброс Байкал после городских очистных сооружений привел к искам природоохранной прокуратуры. То есть я так понимаю, что вот эту воду прогнали через городские очистные сооружения, местные, потом она попала в Байкал, и прокуратура возбудила какие-то иски. Вот, что имеем, то имеем. Ну, понятно, что основной массив вот этих всех отходов лежит на Солданском полигоне, вот здесь. И вы видите, что он практически у самого уреза воды находится. И слава Богу, как я уже говорила, что не было ни сели, ни землетрясений, хотя переливы воды вот тоже из каких-то смутных сообщений не были. Понимаете, вот эти карты, они длиной где-то примерно тысяч в метрах, шириной от 60 до 120 метров. Тает снег зимой, идут дожди, все равно карты переполняются, вода должна куда-то уходить. Ну, хорошо, если она не перемешивается, да, вот с тем, потому что основное, что заполняют вот эти карты, так называемый шлам лягни. Это некая субстанция, такая глиноподобная, которая наполовину из органических, наполовину из неорганических остатков состоит. И 50-50 как-то, да, относится она к четвертому классу опасности, как бы не сильно высокий класс опасности, много. И в то же время, только в 2018 году, вот эта субстанция внесена в наш отечественный, как он называется, федеральный классификационный каталог отходов. То есть до 2018 года, в 50-м каком, да, она даже в отходы не ходила. Что это такое? В отхлепые намазать можно, не знаю. Так вот, как я уже сказала, сейчас идет, стала проблема компостировать это все или литифицировать. то есть убрать воду и закопать. Или все-таки обработать так, чтобы можно было что-то выращивать на этих почек. Опять же, несмотря на то, что, значит, вот аналитическая записка 2021 года предлагает компостирование, экологический оператор предлагает литификацию и есть сообщение, что проблема вернулась на уровень изучения, исследования. То есть нет решения. Но в июне 23-го года я нахожу на сайте Иркутского технологического университета сообщение о том, что Иркутский политех получил патент на способ интенсификации рекультивационной сукцессии земель, загрязненных тяжелыми металлами. То есть они берут вот эти субстанты из карт-накопителей, обрабатывают их органоминеральными какими-то добавками. Получается прекрасная почва, на которой, как они пишут, растет хорошо малина, колосится, кладится. То есть эту почву можно перерабатывать вернее вот эти отходы можно перерабатывать и использовать в сельском хозяйстве. И для них, конечно, выгодно было бы участвовать вот в этом проекте. Но я так понимаю, что у них грант РНФ и денег ну полтора миллиона рублей при тех миллиардах, которые как бы выделены. Мало может быть семь? Нет, ну вот сказано, что для реализации проекта одного из сотрудников лаборатории исследования идентификации процесса рекультивационной суксессии на нарушенных землях отходами ЦБК получено 1,2 миллиона рублей. Ну, это на сайте Иркутского полиции. Вы знаете, там из-за тяжелых металлов, как там можно выращивать? Я не знаю. А мы не знаем. Понимаете, как бы пишут, что шланг-регнини там нет. Четвертый уровень опасности. То есть даже ни третий, ни первый, ни второй. Поэтому я так понимаю, что проблема сейчас в стадии обсуждения и мы будем надеяться, что все-таки не заходит в это дело. Ну вот с очисткой ЦБК на этом завершим. На этой тактической ноте. Теперь вернемся к экологам, волонтерам, дикам, туризму и прочему. Что еще, так сказать, от чего сейчас страдает Байкал? Вот, пожалуйста, простая цифра. Ежегодно добровольцы собирают на песчаных пляжах по 350-400 тонн мусора. В основном это стеклотара, пластиковые бутылки и пакеты. Ну, картинки, взятые последние картинки. Ну, вы наблюдали такое. Наблюдала и я, к сожалению. Знаете, причем вот в 2009 году я была на Байкале и как бы особо такого не было. А вот уже через 10 лет в 2019 году Туризма развивается. Да, именно. И развивается именно дикий туризм, с которым как бы, конечно, пытаются бороться, но, к сожалению, мало что получается. И вот смотрите, пытаются естественно организовывать культурный туризм, как называют. И в 2024 году в комитете Госдумы есть специальные люди, которые занимаются этими вопросами и они в общем-то как расположены к пониманию и к решению вопроса пользы экологии. В частности, вот Дмитрий Кобылкин, который председатель комитета Госдумы по экологии, он пишет, что вместимость размещения на Байкале 30 тысяч человек. Это то, что можно разместить культуру. Но на самом деле около 2 миллионов ежегодно посещают Байкал и первенство принадлежит, как я уже говорила, именно к дикому туризму. Мало где есть канализация, система водоочистки, острый стоит мусорный вопрос. На начало 2023 года на байкальской природной территории, на заповедной было выявлено около 900 свалов. По Байкалу ходит порядка 7 тысяч судов и есть только два судна банкировщика предусмотренные для уборки загрязненных вод. это то, что плавает сверху нефтяные пятна и грязь какая-то мусор. В 2023 году в центральной экологической зоне Байкала на природной территории началось строительство круглогодичного туристического комплекса Greenflow. это турка на Байкале вы видите стрелочку в Бурятии четырехзвездочная гостиница на 153 лишь номера. Далее более крупная в бухте Безымянная чуть выше ну вот там она выведена у меня на отдельную картизку. Мне бы звездочки нужно вообще кому это надо? Как кому? Как кому? Юрий Алексеевич ну вы же знаете что у нас сейчас проблема. База это нормально это все построено а вот эти пятизвездочки правильно для нас к чей это? Правильно сказали? Вы там не сможете там вот на площади почти в два гектара это в Турки а здесь уже там какие-то вообще огромные гектары причем здесь площадь участка составляет 382 гектара вот эти 382 там 1,7 а тут большая часть покрыта еще и лесом вырубка которого вы знаете сейчас у всех на слуху да из-за законодательства вот это так сказать такие крупные отели они строят еще как раз вот то что вы говорите модульные так называемые турбазы вот они вот в Галаусном в частности на той стороне под Иркотском но это тоже байкальская зона защищенная экологическими своими законами но тем не менее там уже построено 10 турбаз в 23-м году и 7 компаний в 24-м году еще сколько-то построили что там с отчисткой с канализацией с утилизацией мусора мы не знаем конечно законодательство предписывает чтобы все это было но байкальскому циррозному заводу тоже чтобы все это было в общем современное законодательство которое сейчас переписано вы знаете закон об охране Байкала 99-го года были введены поправки в него в 20-м году когда была разрешена рубка плашная рубка везде где только можно в интересах БАМа и ТРАНСИБА причем строительство объектов инфраструктуры для этих предприятий допускалось при отсутствии положительного заключения госэкспертизы и вот сейчас именно вот эта норма в интересах БАМа и ТРАНСИБА продлена новыми поправками вы знаете что вот этот закон эти поправки они проходили три чтения должны были пройти в Госдуме прошли два 1 июля должно было состояться третье чтение но я так и не нашла ничего похоже оно не состоялось потому что очень много народу возражает против этого и вот не знаю видели ли вы есть письмо за подписью фармона вице-президента председателя нашего председателя комитета Госдумы там уже Кобылкину и председателю Госдумы Володину где они просят вот это третье чтение пересмотреть остановить потому что насколько я знаю что второе чтение сделало этот закон еще хуже чем он был в первом чтении и даже люди которые об этом знают в речишниках кто он такой но говорят что автор закона 99 года который назвал наше законодательство похорон священного озера международная общественность тоже беспокоится тоже ЮНЕСКО уже несколько раз заявляла о том что может включить Байкал в список природных объектов под угрозой но поскольку сейчас контактов особых нет с этой организацией но зато есть высказывания депутатов Госдумы которые я нашла в интернете например один говорит что нам дает статус объекта всемирного наследия мы и так всемирное наследие без ваших статусов и без ЮНЕСКО наличие вывесок и табличек говорит другой безусловно почетно но далеко не обязательно вот это отношение к международным делам ну и заключение вывод ну какой можем сделать что сегодня несмотря на множество принятых программ законов инициатив призваны защитить озеро Байкал опасность ему грозит с нескольких сторон это по-прежнему отходы ПЦБК которые должны были к 25 году ликвидировать но у нас сколько мы видим работы только разворачиваются и технологии еще не приняты в том числе кстати из-за того что нет каких-то зарубежных то ли технологий то ли материалов то ли оборудования непонятно но выделяется иногда что да вот из-за санкции у нас чего-то там не хватает туристы которые замусоривают берега сброс балластных вод судов и нефтепродуктов 160 ежегодно еще одна цифра сточные воды селинги которые несут и отходы сельхоз предприятий промышленных предприятий хозяйственно бытовые отходы канализационные стоки целого ряда поселков и городов и здесь крупнейший это город Ланаде конечно вырубка леса и браконьерство ну и законодательство как я уже сказала которое становится фактором опасности для экологии данного природного объекта ну вот собственно все что я хотела сегодня сказать естественно проблема необъятная и ни фауны флоры я не каснулась ни химического состава воды ни многих 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 еще вопросов ну потому что просто невозможно все рассказать ну я думаю что проблема обозначила и если есть вопросы тут насколько я смогу глядишь на свои колокольни вы знаете да есть замечательная работа Ивана Семеновича Кузнецова нашего историка он в свое время вознамерился написать большую может быть даже книга вышла он как раз пишет о том как еще начиная с Лаврентьева и вот эта команда которую я называла боролась и против гидроэлектростанции в Тундре и против переброски стока воды в Среднюю Азию вот он к сожалению эту работу до конца не довел есть такой материал в принципе можно будет при желании рассмотреть как-нибудь на семинаре как это все происходило да конечно конечно боролись и многое было остановлено но как можно сделать вывод к сожалению не потому что ученые предупреждали о последствиях плохих потому что в 90-е годы деньги кончились контакты как-то пропали и национальные республики они немножко тоже по-другому стали к этому относиться хотя если вы помните что вопрос переброски как-то Юрий Мужков поднимал бытность мэра Москвы а почему интересно мэр Москвы какое дело незадолго ухода своего с поста он поднимал этот вопрос и народ перебрасывать хотел потому как какие-то то ли связанные с ним семейные группы то ли дружеские были заинтересованы в этот проект но не случилось в принципе некое соображение выслужить тема очень важная она невероятно сложная с одной стороны понятно что нельзя расставать на позицию Греты Тунберг что пускать назад пещера но лично мне вы обеспечите комфортное существование ну понятно что нужно развитие при этом практически любое развитие это сопровождение с потенциальным или реальным ущербом не не всегда можно даже сделать четкую экспертизу по этому ущербу ну вот мой отец входил в значит какие-то там комиссии по глобальному изменению и так далее и был в курсе каких-то процессов в частности пространство метеорологии и мематологии заменился и потому что так сказать стало потом глобальное изменение климата да его ученики кстати продолжают Мальчуковская институте и я его спросил ну вот могут ли ученые на данный момент ну я спрашивал правда в районе 2000-го там потом немножко позже достаточно определенно оценить вклад человеческой деятельности в глобальный климатический процесс он определенно сказал нет слишком сложная система небольшая разнофакторная так далее возможно что-то улучшилось изменилось но надо понимать что там где ученые не могут сказать и доказать какой-то вопрос начинается почва для всяких спекулянтов которые рассуждают на эмоциональном и политическом преследуют свои какие-то цели самые плохие в этом смысле в каком-то смысле это действительно производство которые так обличаются Ирина Александровна просто из деятельности моего отца опять же подслушанное где-то сказанное в свое время были переброски рек проекта экспертиза оценки было видно что недостаточно позитивной информации которая бы позволяла начинать вот этот самый проект высказывались разные ведомства было видно что это все подозрительно там все может оказываться гораздо позже то есть процесс такой ну я бы научно шел бы в этом направлении а значит министерство мелиорации строило свои точки так сказать вот будут построены вот эти самые места ну ключевые там не знаю станции или чего там еще куда они денутся типа того так же как тот же самый байкальский целлюлоза бумажный комбинат еще ничего не было решено а его уже строили его уже пускали в эксплуатацию и соответственно а потом ну а куда его девать а куда девать людей которые задействованы это 12 половина тысяч человек жил в этом городе и ради этого стоило так и в то же время вот эти самые грандиозные проекты они ну в общем-то где-то чему-то хорошему и послужили вот скажем наша страна один из лидеров по гидроэлектростанциям энергетики вот этой самой от грез соответственно у нас меньше сжигается ископаемого топлива для производства электроэнергии вот грез атомная электроэнергетика для нас является достаточно серьезным подспорьем вот а значит вот ну что ли как это рост экономический рост страны прямо пропорциональный потребляемый электроэнергии это как бы экономисты давно увидели так что здесь очень сложная сложная задача и вот тот момент который меня удручает что в последнее время уменьшается роль ученых в оценки вот этих самых проектов дел в том числе и больших проектов больше их вытесняют вот эти самые общественники так называемые экологи государственные деятельности умничают президенты а по поводу глобального потепления что для них совершенно очевидно так сказать эти вещи я называю это умничают потому что они не специалисты они не проводят саши они не опираются на научные данные если опираются то на данные прикормленных институтов то есть проблема очень сложная вот действительно науку потихоньку отодвигают и не только в нашей стране и это очень неприятный портфель да вроде бы даже не отодвигают вроде бы что привлекли вот Мачков написал по гробу документ за товарищи и все там мы здесь возможно и посленно посленно подвигаем например я прошу прощения вот так сказать как как это может быть как реально мне кажется по жизни происходят мы финансируем только тех кто подтвердит нашу вот эту самую нашу позицию это в Европе и в Америке очень часто обусловие грампы стоит обусловать научно тут да 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 а можно вы мне сказали не про те опасности вот я не знаю может она уже отошла на второй план это опасность а строительство в Монголии гидроэлектростанции захранились там вроде бы как шли длительные переговоры наши даже предлагали вместо оставлять бесплатную гликоренетию только бы они не отбирали воду Байкала такая была вещь буквально недавно какое-то совещание было в Монголию там почти не отбирают вот эту карту не там самый большой сливет какая не так селинка но она больше селинка там я не помню на Монгольское название какой-то еще реки там действительно планируется строительство гидроэлектростанций и сейчас говорят что да в эту байкальскую природную территорию хорошо бы включить еще и Монголию которая производит в течение действа само по себе отбор гидроэлектростанций не опасно но они же будут это поливать все стуки 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 ну не знаю я слышал про такую есть есть вроде чего-то там смотрите да я тоже читал в курсоте что наши предлагают обеспечиться какой-то часть проэнергии а еще был слух про продажу бутилированной воды в Китае на самом деле кстати я прочитала в одной аналитике что в одном из курсов по-моему там же не в ЦБК Алданского завода там цех по разливу байкальской бутилированной воды работает но куда эта вода идет когда мы были на Байкале я почти уверен что 99% так называемой байкальской воды из местных кранов так сказать вот это была такая проблема что китайцы хотели построить несколько заводов по разливу воды и отправлять к ним в Китай они бы там за 10 лет бы в том это было запрещено просто просто принято законодательно кто такого не встретил а вы знаете насчет вырубки говорите 23 год я в 21 году вот например мы ехали из Иркутска или наоборот на Байкале нет нет я имею в виду из Иркутска почему на машине легковой ехали и наблюдали такую картину огромные автоприцепы идут со стороны Байкала к железным дорогам везут этот лес кругляк откуда они его рубят я вообще не знаю это жуть если ехать поездом в Новосибирске вот я дважды ехала в Новосибирске поездом и там действительно в той же дороге видно что Лешка была что здесь лежали какие-то огромные территории просто щепой пока что засыпают то есть не пожарят там постоянно почему случаются пожары на вот этих не сомкционированных вылезах они сказали чтобы потом следы не следы чтобы лес этот вывести из землепоя лесопользования что-то много к сожалению что-то меняется там где-то так сказать близко к власти ну допустим та же самая проблема экологии Москва-реки которая протекает через столь мощный так сказать чистая вода потому что это им нужно а вот что там в Сибири значит им не нужно и вот к сожалению вот еще не знаю в начале двухтысячных я как же сделал для себя вывод что у нас почему-то отданы находку бандитам две крупнейших отрасли лесное хозяйство и рыбное хозяйство и до сих пор это чрезвычайно чрезвычайно да в 2009 году когда мы действовали в УАДН конкуренцию нас возили в инхолог известный на Байкале а обратно завезли на какой-то заводик где солили вялили рыбу и мы там купили омуля вот кто что бы хотел пить в 2019 году когда мы приехали на конференцию омуля было вообще с огнем не сыскали никакого в 2009 году едешь подъезжаешь ближе там уже поезды забегают какие-то люди и что тебе предлагают тут вообще все гаря ни в магазинах никаких заводов естественно ничего то есть видимо произошел в этом году сам на Байкале никак видимо на сих хотя говорят что Мальков выпускают и Чен Пайкале но на Альхоне давно не работают пытаются восстановить но видимо проблема не остается а надо сказать что действительно вот эти туристы и даже местные жители вот мы там Бурятия упоминали вот они сами бурят вы знаете как они приезжают на Альхон и как они к священному озеру и священной скале я наблюдал они там действительно бурханят пьют водку бросают такие бутылки мусор и я и я я вот к сожалению по поводу мусора по моим наблюдениям вопрос не столько законов строгих или очень строгих и это сад а воспитание и просто культуры я почти каждый день гуляю по бутсаду замечательное место туда приезжает куча народов причем в основном не из городка даже из берска там это самое и они не решаются бросать бутылки пластиковые пакеты там ну не положено разводить костры не разводят с пониманием к этому делу относится наверное если уж такой продвинутый город там нету города мусора понимаете вот этого человеческих отходов это радует это вообще так радует никола не просто даже не галактическое просто просто там ну и какой-то идея вообще должно быть вообще со мной например я когда собирался на красноярские столбы а там как раз медведи прорвались и пускали я все читал эти чаты разных этих и там народ пишет ребята на какой-то скале появились надписи кто-то вбил туда колышек там запрещено там такая как бы тревога люди так болеют душой у них это священно нет красноярские столбы там с ними идут я просто поразился за это полное причина это очень тряпки этот мусор в 19-м году мы вышли на берег и тут на берегу какие-то тряпки какие-то фантики бутылки вот эти металлические стеклянки ну как же вопрос вывоза если вывоз не налажен то он будет таким сами местные говорят что еще причина находивших китайских приз там огромное количество было до начала пандемии до начала сло и очень много из этого мусора последние годы почему-то не они заявлялись и запретили строить гостиницы или еще что-то по их интерес пропал запретили да китайцев ну законодатель вы только строгости по крайней мере там Елена Александровна продолжая перечень страшилок для Байкала может быть исследовали вы его при подготовке материалов а что говорят собственно например сейсмологи геофизики о стабильности всей этой зоны если 25 миллионов лет назад достаточно стремительно образовалось озеро не произойдет реобратный процесс то есть может в один прекрасный день Байкал исчезнет без всякого человека антропоцентризма все от нас зависит я вот этот вопрос не изучала конкретно по Байкалу но должна вам сказать что действительно в свое время когда я еще работала в Климическом музее и началась была идея не только переброски среднего воды а переброски воды из реки Ольф в озера Кубинское и Сартлав вы знаете крупные озера есть в центре Новосибирской области и тогда я читала какие-то работы где действительно рассказывали что с точки зрения глобальной геологии озера это временное образование на территории земли и вот что касается их обводнения то вы решаете какую-то дурацкую простите сиюминутную проблему то сегодня это озеро есть а завтра его нет или как сарайским городом то вот оно уходило уходило и вдруг оно стало заполняться огнем это действительно так и что будет с Байкалом мы не знаем про сейсмоловых я ничего не знаю да ничего не будет нормально речь ну грубо говоря плиты так сказать расходятся потрескивает там земля там 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 потому что уходы сели по крайней мере с Хабарда пара не наблюдалось сели нет да но тресет их потому что как раз лаборатория ну там Глинский вот они занимались Глинская Людмила она буквально пару лет назад или я может ранее они там лагерем стояли возле дерева там у них стояли приборы и однажды они приходят и дерева этого нету все там засыпалось все разрушено то есть периодически там тресет происходит да мы не такие глобальные если потихоньку тресет значит нормально специалисты занимаются это у нас не хорошее там она далеко ходить не надо институт геофизики ну сейчас называется нефте газовой геологии геофизики в котором есть геофизическая экспедиция которая в свое время вообще курировала колоссальный район значит сейчас по-моему они стали объединились в централизованную систему измерения измерения сейсмичности в разных точках там построение моделей там интересная модель там селезнев значит докладывал на президиум она какая-то очень он сказал что в районе байкала там как бы по их измерениям получился немножко уменьшенный фон вот этих самых небольших землетрясений и он связывал это с тем что там железная дорога трясет немножко подтрясывает и потряхивает и они раньше так сказать срабатывают вот эти да это прикольно кстати о инвестиции знаете когда построили ВЦПК кто занимался изучением проблем ВЦПК в экологическом плане Петрозаводский университет ближе ничего не нашли в 61-м году уже был у нас лимнологический институт Сипирское отделение нет мы учили Петрозаводскому ну там по крайней мере честно будем надеяться ага мы свои озера загадили ухо не это все хорошо не если нет но я там сосед приехали вновь сейчас